здравствуйте это канал максимации как я обещал сегодня мы начнем проходить игру как достать соседа которая вышла nintendo ds на одном из предыдущих поколений портативных консолей нинтендо вышла эта приставка 2004 году вроде насколько я помню то есть ну то есть как я прям родился в этом же году а когда соседа на диске вышла в 2009 спустя четыре года после выхода консольных версий на xbox и gamecube и собственно говоря что мы из этого получили мы получили очень посредственный порт с консолей и первое что мы видим это абсолютно убогое меню просто и это меню но она прям максимально убого ибо господи какое как как кнопки ты тут примитивно выглядит вроде бы все то же самое что в консольной версии мы здесь видим по кнопкам разве что здесь нет поддержки профилей ну а так по настройкам все то же самое есть extras в котором есть и титры интро но нету скетч из картинок интро здесь такое же как и в обычную в консольной версии это трейлер игры ну и можете видеть может как вы видите пиксели лезут на лоб скорость картинки также медленнее стало здесь то же самое это все из-за того из-за низких слабых характеристик консоли nintendo ds это это портативная консоль с двумя экранами один и один из них сенсорный вот я могу даже вот курсор взять и вот так нажимать мышкой те же самые четыре режима что и в консольной версии но в отличие от консольной версии здесь на основном экране указано что представляете себя каждый режим ничего интересного давайте стандартный мод запускать и самый главный недостаток ds версии это отсутствие уровня из первой части какого хрена зачем почему непонятно бред какой-то по какой причине нет уровней с первой части нам никто не говорит и догадок нормальных я так и не не разгадал мы когда проводили стрим по этой игре там некоторые подписчики в чате писали догадки но мне кажется а это эти догадки не оправдывают себя ну и в общем как вы поняли уровне только из второй части также 14 уровней как и в консольной версии уровне все прямиком взяты из консольной версии но как я уже говорил это посредственный порт с консольных версий когда интро смотрели я сказал трейлер игры нет это не трейлер игры это именно вступление а трейлер игры когда игру запускаешь там на главном экране там просит вас при старту беги не там также как и в консольной версии если минуту где-то подождать ничего не делать то также откроется пока будут показывать вам трейлер игры но он будет пиксельный и вы обратите внимание на графику но она эта игра настолько пиксельная что это просто ужас да вот наверное это лучше бы вообще не выпускали бы эту игру на ds выглядит очень убог а также качество звука тоже очень посредственно при нажатии на кнопку паузы не к сожалению нету кнопки с настройками но зато есть кнопка рестартный уровень чего не локасами версии но вот отсутствие настроек в этом меню это конечно не радует хотелось бы отключить этот туториал который раздражает здесь здесь легче ходить на цыпочку здесь не надо стик отводить здесь мы нажимаем кнопку l удерживаем и таким образом выходим на цыпочках и спокойно проходим мимо пса пил play который уже давно слился ютубер тоже снимал моды на конце да и разные игры по ней тоже и короче говоря вот он я уже рассказывал консольную версию хотел поиграть но он к сожалению не говорит сказал что не может разобраться в умуляторе долфин как там все но и когда ему предлагают помощь он нере не реагировал никак почему-то может не знаю не хотел париться все равно и короче вот он как-то по запустил ds версию он даже первый уровень там не смог пройти потому что он задавался вопросом как выбирать приметы как тут переключать предметы я вообще не понимаю но он он явно был не в курсе что такое nintendo ds вообще и он видимо не знал что деск это портативная консоль у которой есть сенсорные экраны и предметы переключаются с помощью него вот я курсором это делаю сейчас вот нам надо вот это сейчас да вот так же такой же интерфейс счетчик звустира правда никаких анимации нет вернее они не есть но они максимально упрощенный также времени под количеством жизни нету она указывается теперь здесь мысли соседа и мамаши мы видим не над ними конкретно а вот здесь на картинках кнопки здесь такие же вот показывают нам как в консоли версии прям то же самое но они убоги как вы уже поняли мини-игры выполняют с помощью сенсорного экрана это не очень удобно если честно камеру что переключать надо удерживать кнопку r из использовать все крестовину управление удобная я при довольно управление действительно удобное но вот реально почему сюда не ввели уровень из первой части были бы тут все уровни что были в консольной версии я я был я был бы рад вот был в реально неплохо ну а так это 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 самый главный недостаток игры которые просто и даже непонятно игра то сама называется neighbors from hell просто neighbors from hell так назвали вы игру neighbors from hell 2 какая проблема то если уровне только из нее идут ну а так уров в уровне полностью повторяют эти уровни из консольной версии абсолютно здесь они такие же также поварешка должна вы вылететь состава до звук конечно не очень приятный но чё поделаешь название эмулятор на котором я играю кстати можете вот здесь видеть хороший довольно эмулятор вот поварешка но попадает она убога вот консольной версии все все шрифты все буквы все все выглядел классно здесь а здесь просто убога ну прям максимально убогая вообще сказал как видите звезда не вылетает а просто циферка на другая является здесь это тоже не прикольно корсор здесь держать чтобы удобнее было предмет его листать так так и кстати в ds версию также на смартфоне на своем играл но там это неудобно потому что там мини игра на поиск но потом то не дойдем там вместо портрета 3 одинаковых портрета в ряд там и шарик по лабиринту и пальцы у меня для для такого экранчика шарика вот слишком большие я вообще не могу его там хотите просто вообще не могу пройти ну никак просто здесь на компьютере легче но тоже проблема есть одна если вы смотрели стрим то вы помните чудо проблема следующий уровень субмарин ну и давайте перед этим я вам продемонстрирую потерю всех трех жизней она в принципе такая же но тем не менее давайте я вам ее покажу да звук вообще просто убой основная проблема вот этой версии она как бы заключается в том что эта игра вообще делалась не для ds поэтому она так убого и выглядит здесь призрак не залетает так жизнь просто отнимается и все ну и давайте потеряем последнюю жизнь тоже даже анимации тоже но но были гораздо более бога а вот и вот игры которые делали для ds прямо вот предотвращались вот они хорошо смотрится например не супер марио бро с ds который я проходил super mario 64 на ds тоже неплохо очень даже хорошо я в ней играл проходил то это вообще кстати игра с трехмерной графикой диска она конечно не поддерживает 3d графику и поэтому мы там видели обычная плоская 3d ну все по стандарту как и в конце версии также вот брата неудобно курсором вот так на самой деске то удобно вот курсором переключаться переводить руку на мышку это как-то ну не очень уже удобно становится на тех играх которые выходили для ds вот там хороший звук в играх про марио а хорошо звук звучит на на диэске здесь звук но максимально просто убого звучит эта музыка просто она не предназначена для того чтобы я запускали на диэске там вообще музыка может медийная вообще полифоническая ну просто ну не знаю здесь музыка точно не полифоническая ой а чё я делаю зачем я это делаю так ну и делаем вот так естественно да мы видим вот такой круг вместо но короче как будто пикселями вот реально нарисована в пейнте полны не очень не очень умелым человеком вроде меня например ну и вообще просто я не могу но с другой стороны поскольку здесь нет уровней с первой части пройдем эту игру намного быстрее чем консольная версия но консольную версию проходить гораздо более приятно чем версию для диэс там и хорошая графика и хороший звук и все там хорошо анимации хорошие у интерфейса здесь не здесь ничего этого нету ну и последний парк ракеты интерфейс можно вот может появиться на несколько секунд если нажать кнопку select у меня это кнопка b английская анимации 41 тысяч очков набрали следующий эпизод подиум конечно же также как и в консольной версии нет в лестнице с правой стороны и это очень сильно усложняет уровень и 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 стоит и Ответил в ватсапе Тут срочно надо было ответить Так, берем ядро И сейчас будет Тот очень неприятный момент, который Подождать думаю надо Вот я покажу Прямо сейчас, это мини-игра Мини-игра Нужно шарик провести по лабиринту И я не успею провести его Пока Пока сосед тут Проблема в том, что Это просто Это даже неудобно на самой Диеске А мини-игра на прятки Выглядит вот так Надо шарик, чтобы Ни в тот край экрана Не выпал, ни вниз Но это в принципе В принципе это не сложно Вот проблема в том, что почему-то Вот вправо и влево Тяжело его отводить А вверх-вниз он катится легко Двигается Короче Не успею Надо когда он вниз пойдет Вот тогда попробуем Задействовать эту мини-игру Мы на стриме-то С этой мини-игрой Так же парились И жестко Капля Капля Если чуть-чуть сзади Его толкать То двигается Чуть-чуть быстрее Кстати Вот только что Это заметил Вот если он Режется в стенку То это заново Начинать придется Это прям вот Очень неприятное Зрелище будет Вот так И пакостить Как всегда С туалета Начинаем Потому что Чулки надо получить Будет Из туалета Ну сейчас С этой мини-игрой С лабиринтом Полегче немного стало Потому что Пока стримил Научился Более-менее Проходить То что То что казалось Супер сложным Сейчас уже Проходится Почти на раз-два Почти на раз-два Почти на раз-два Так Берем чулки И вставляем их В моторчик Почти на раз-два Почти на раз-два Почти на раз-два Много Или так Оно И так И всегда Работает Я что-то В настроении Не помню Как было Что-то Оно До Работает Так, вот сейчас заканчиваем уровень Надо будет в настройках выключить всплывающие подсказки Они просто раздражают Кстати, перед началом, как только запускаешь игру Вас попросят выбрать язык Там 5 языков Русского там, к сожалению, нет Но самый близкий и наиболее из них к нам Это английский, я выбрал его Так, все, теперь всплывающих подсказок не будет Кайт Следующий уровень называется Эксклюзивный консольный эпизод Которого в ПК-версии не было Новый эпизод То, что есть Это прикольно Уровни также 14 Здесь из Казахстана 2 Как и на ПК, но Отсутствует уровень Отсутствует уровень большей амбиции Вместо него тут новый уровень В Китае Кайт Вот этот, собственно, который мы сейчас играем Вот такой вот эксклюзивчик консольной версии у нас Еще лабиринт Кстати, я заметил такую странность немного Почему-то в некоторых местах Стенки и вот эти Ну, как стенки Вот это вот все белое А в предыдущем лабиринте, например В предыдущей мини-игре На предыдущем уровне Оно было вот такого цвета Зачем такое, я не знаю Но это ничего не меняет Абсолютно Вот так С этой мини-игрой полегче стало реально Так, берем угря Вот с этой мини-игрой тоже, кстати, иногда проблемы бывают Предмет может неожиданно какого-то фига туда в краю выпихнуться И мы проваливаем мини-игру И свет нас замечает Это фигово Если такое происходит Это неприятно Вообще Это подпиливаем Да не это, балбес Субтитры создавал DimaTorzok Отлично Вроде все пакости я сделал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот к этой пакости есть небольшие вопросы Вот реально Какая-то пакость жесткая Капкан На вот это место Ну и, кстати, анимации никакой толком у нее нету Уникальный Не сделали что-то Ну, наверное, действительно, что жестко-сильно Субтитры создавал DimaTorzok Так, замечательно Пока все идет у нас на перфект Идем на следующий уровень гонг И в нем тоже будет Мини-игра Это с лабиринтом Начиная с уровня лайфбот, кстати Этот лабиринт изменится Он станет немного посладнее Так, у нас, в принципе, полно времени, чтобы этот лабиринтик пройти Вот надо, да, действительно Сзади его подталкивать чуть-чуть Он тогда быстрее движется Чуть-чуть быстрее Хорош Мини-игру Уже проходим эту на раз-два Наконец-то я разобрался, как это правильно делается Но на самой DS Это, да, это неудобно Шарик очень маленький И кончик стилуса Немного чуть-чуть больше него Это Это та еще головная боль Даже на самой DS Это непродуманный просто момент Вообще А на смартфоне На маленьком Там же экран гораздо меньше, чем у DS Я-то вообще не могу На планшете еще может быть Стилусом там, может быть, получится Но здесь Здесь на ПК это удобнее всего будет Но эта версия не для домашних устройств А для портативных Для портативной консоли выходил Так, теперь кукушки Входят в хот-доги Пусть больше не будет воровать хот-доги А, пока он входит Кирпичик положим Кирпичик Давай, зажуй Ход бу-бум, зажуй Ход бабах, ё-моё А теперь ждём, когда он спускаться начнёт Ну давай Набирай, дебил Да быстрее иди, ё-моё Хм? 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 о ней узнал он думал что это будет ну как игра когда соседы и там будет короче нижний экран основным мы будем тыкать сенсором куда пойдет главный герой будет а вот и нет оказалось это именно вот такой посредственный порт с консолей где нижний экран это второстепенный экран на котором мы выбираем только предметы и смотрим на мысли соседа и мамаши а персонажи управляет с помощью крестовины именно water sky медузы выглядят на прием максимального бога как и все другое до мини игру реально стало легче проходить научился наконец-то в итоге и и и и и как он там на маску задерживается поэтому у нас есть больше времени на то чтобы взять предметы в этом уголке ну и пакости сделать вот здесь соответственно ну медузы маску эту непонятно на держи братан давай вместе про учим соседа нашего и и и и и и так ну и ждем когда он на лыжах у нас будет кататься гоняться будет офигенно потому что лыжи с ним в море не падут медуза медузы мы ничего не сделали и и и и и и пожари сосед его велосипедной камерой ну чего ждешь тебе отрезали уже нарезали а 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 ну и наконец давай уже сейчас отведаешь по пальцам силушки от очень твердого либо блин а а а а а а а а а здесь кстати прогресс сохраняется автоматически в консольной версии нас спрашивают сохранить прогресс или не сохранить ну и последний на сегодня уровень гарпун а а а здесь мини игры на поиск предметов не будет но зато две мини игры на удержание предметов центре это как вы можете как вы могли заметить и здесь не надо долго держать она очень быстро туда добывается но с этой мини-игрой иногда могут быть проблемы какие именно я уже сказал ой я че-то забыл про мини игру аж и вот 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 так ну и балашистый коврик конечно же мы пойдем давай быстрее я хочу подняться наверх и дайте и закончить начатое это что такое сейчас было а это выбор сохранений вот бы случайно бы так не нажать ну вроде готово все и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И почему-то, кстати, полоска шкалы Она все время не на нуле А почему-то на паре процентиков Стоит всегда Это немножко странно Давай, покажи ей класс Так, ну и последняя Пакость у нас на середине Давай Субтитры сделал DimaTorzok Да, как отлично Сегодня, ну давайте закончим На этом серию Ну, какой я вердикт Я могу сказать По этой игре Играть можно А вот советовать друзьям Не стоит Даже, даже главное меню Непонятно Что с ним? Почему оно такое Убогое? Ну и, ну и ладно Пофигу, в принципе, что нету поддержки профилей В оригинале на ПК И отроду Сроду не было Но вот почему уровней Из первой части нет Вот это самый главный вопрос На него ответа нам не дают И были бы Были бы хоть уровни Из первой части И Если бы этого Самого главного Недостатка не было Это было бы еще неплохо Ладно Но вот это Но почему их нет? Это самый жирный минус игры Ну ладно На сегодня все Мы в следующей серии продолжим С вас Подписывайтесь на мой стримский канал Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой блоговый канал И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok